Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Функция Если одна из самых популярных функций в Excel. Она позволяет выполнять логические сравнения значений и ожидаемых результатов. Это логическая функция, которая служит для возвращения разных значений в зависимости от того, соблюдается ли условие. Давайте рассмотрим синтаксис функции Если, где лог выражение является обязательным условием, которое нужно проверить. Значение Если Истина, тоже является обязательным значением, которое должно возвращаться, если лог выражение имеет значение Истина. Значение Если Ложь – необязательное значение, которое должно возвращаться, если лог выражение имеет значение Ложь. Давайте рассмотрим простые примеры функции Если. В ячейке b2 я введу простую формулу. В этой ячейке я ввожу знак равенства Если и круглые скобки, в которых ввожу аргумент а2 равно да, который я беру в кавычки, точку запятой, число 1, еще раз точку запятой и число 0. Важно При использовании текста в формулах заключайте его в кавычки Единственным исключением являются слова Истина и Ложь, которые Excel распознает автоматически. Эта формула означает, что если а2 равно да, то возвращается значение 1, в противном случае вернется значение 0. Введу еще одну простую формулу. В ячейке а2 ввожу знак равенства Если и круглые скобки, в которых ввожу аргумент b2 равно число 1, затем точку запятой да, снова точку запятой и нет. Это значит, что если b2 равно 1, то вернется текст Да. Функцию Если можно использовать для сравнения и текста и значений. Рассмотрим еще несколько примеров В ячейку c2 я ввожу знак равенства Если в круглые скобки, в которых ввожу аргумент b2 знак больше а2 точку запятой слово превышает обязательно в кавычках опять точку запятой и в норме Это значит, что если b2 больше а2, то вернется текст превышает В противном случае вернется текст в норме Далее в ячейку d2 я ввожу знак равенства если круглые скобки в которых ввожу аргумент b2 знак больше а2 точку запятой снова b2 знак минус а2 точку запятой и число 0 Эта формула возвращает не текст, а результат математического вычисления. Она означает, что если значение расход больше выделенный объем, то вычесть выделенный объем из суммы расход. В противном случае ничего не возвращать Рассмотрим еще один пример В ячейку e10 я ввожу знак равенства если круглые скобки в которых ввожу аргумент d8 равно да далее точку запятой e6 знак минус e8 снова точку запятой d8 и e6 это значит что если d8 равно да то вычислить общую сумму в ячейке e6 и вычесть из нее сумму ячейки e8 в противном случае оставить ячейку e6 без изменений. Рассмотрим пример использования функции если для проверки ячейки на наличие символа. Иногда требуется проверить ячейку на наличие информации. Обычно это делается, чтобы формула не выводила результат при отсутствии входного значения. Для этого я ввожу знак равенства если круглые скобки в которых ввожу a2 равно кавычки далее точку запятой слово пустая снова точку запятой и не пустая это значит что если в ячейке a2 ничего нет вернуть текст пустая в противном случае вернуть текст не пустая. пример вложенных функций если если у простой функции если есть только два результата истина и ложь то у вложенных функций может быть от 3 до 64 результатов. на примере я ввожу знак равенства если круглые скобки в которых ввожу a2 равно 1 далее точку запятой да. снова точку запятой еще раз если еще одни скобки в которых ввожу a2 равно 2 точку запятой далее нет. еще одну точку запятой и возможно это значит что если a2 равно 1 то вернуть текст да в случае если a2 равно 2 то вернуть текст нет в противном случае вернуть текст возможно. обратите внимание на две закрывающиеся скобки в конце формулы они нужны для того чтобы закрыть выражение для обоих функций если которые использовались в данной формуле. возможные неполадки 0 в ячейке это значит что не указан аргумент значение если истина или значение если ложь чтобы возвращать правильное значение добавьте текст двух аргументов или значение истина ложь имя в ячейке как правило это указывает на ошибку в формуле проверьте формулу на этом все ставьте лайк и подписывайтесь на канал hetman software если данное видео было полезным для вас всем спасибо за просмотр всем пока